И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я Твикли, ребята, а в этом видео мы будем тестировать костюм Человека-паука. Да, ребята, наконец-то я буду тестировать этот офигенный костюм. Буквально под каждым моим видеороликом вы писали, чтобы я протестировал костюм именно Спайдер-Мена, ребята, и именно в этом видео я буду тестировать этот замечательный костюм, ребята. Но давайте перед началом этого видеоролика ты напишешь в комментариях, в каком классе ты учишься, мне будет очень интересно почитать. Также не забывайте ставить лайки на этот видеоролик, давайте на этом видео наберем 300 лайков, ну а также те, кто не подписались на мой канал, подпишитесь, пожалуйста, и те, кто уже подписаны, нажмите на колокольчик, так вы будете узнавать о моем новом видео самыми первыми. Что ж, дорогие друзья, сейчас я собираю новый урожай морковки, так как у нас, видите, достаточно его много и уже ночь наступаю, чёрт возьми. Что-то я задержалась сегодня на ферме, я сегодня весь день работал, ребята, но, так сказать, самое главное я оставил на потом, ребята, а именно костюм Человека-паука. Так, давайте мы сейчас кинем наши продукты вот сюда, вот так, потом куда-то их сложу, и сейчас, ребята, я спускаюсь в нашу лабораторию прямо за нашим костюмом Человека-паука, ребят, который вы меня просили уже месяц, чтобы я его сняла, ребят, это действительно самый ожидаемый костюм на канале, и поэтому вот он. Да, ребята, это костюм самого Человека-паука, вот как он выглядит, ребят, по сравнению с другими, он более насыщенный, вот посмотрите, эти костюмы какие-то тусклые, вот, но вот этот, ребят, костюм Человека-паука действительно очень насыщенный и очень круто смотрится, ребят, я вот прям уже очень сильно хочу его надеть, и как вы видите, у меня появились различные такие новые штучки. Во-первых, это, конечно же, мой новый рабочий стол, за которым я могу создавать костюмы Железного Человека, в скором времени я вам покажу еще одну версию костюма, ну и, ребята, Криптонит, Криптонит, вы напишите в комментариях, к какому герою относятся, мне будет также интересно почитать. Что ж, я думаю, это что же стоит принадлежать костюмчик, и давайте пока что наденем его без маски, у нас уже, как вы видите, полностью-полностью загорелись все индикаторы нашей брони, то есть то, что мы, типа, полностью в алмазном сете, ребята, но мы еще без маски. Просто посмотрите, как он круто на мне смотрится без маски, ребят, я действительно выгляжу, как настоящий Питер Паркер, давайте мы сейчас еще наденем маску, и опа, ребята, мы настоящий Человек-паук. Так-так, у меня здесь восполняется новая полоса жизни, вот, нам дается еще плюс 4 сердечка, и того, ребята, у нас целых 14 сердечек, это очень круто. Так, ребят, давайте уже начнем рассматривать его способности. Первая способность, это, конечно же, как мы видим, супер бег, практически на каждом костюме имеется какой-ли-никакой спринт, ребята, но на Человеке-пауке он самый быстрый, просто посмотрите, как мы бегаем, вот. Ну, давайте мы пойдем, наверное, на улицу, там я протестирую вам больше способностей, и я не могу подняться по лестнице в этом костюме, поэтому давайте мы снимем маску, потому что Человек-паук у нас прилепляется к стенам, поэтому здесь я не могу, к сожалению, нормально пройти, поэтому давайте пока что без маски пойду. Так, и здесь у нас, ребята, уже ночь, конечно же, я, ой, это надо пока не составить, ребят, я в этом видео буду тестировать этот костюм не только в нашей деревне, но и, ребята, в городе, то есть я пойду тестировать в городе его, этот костюм, кстати, там у нас разбито стекло, какие-то хулиганы разбили, поэтому, ребят, нужно отремонтировать мне. Итак, ребята, нажимаем на вот эту кнопочку, и мы, ребята, надеваем самую настоящую маску Человека-паука, и просто посмотрите, как мы бегаем, мы бегаем просто с невероятной скоростью, мы бегаем практически как флэш, вот. Также, ребята, на этом костюме есть двойные прыжки, то есть я так нажимаю два раза пробел, и мы можем так вот пропрыгать, мы можем даже это озеро перепрыгнуть, мини, да, но это не озеро, это лужа, скорее. Ну, ладно, ребята, далее способность, это, конечно же, ползание по стену, мы можем так запрыгнуть, опа, и ползти по стене, вот так вот выглядит эта анимация, то есть, ой, сейчас так покажу, вот, видите, мы поднимаем, как бы, руки вверх, и можем ползти по стене, вот так вот, опа, вот так вот, опа, опа, и вот так вот ползем по стене, ребята, очень-очень, я думаю, что круто. Так можно забраться быстренько на гору, я думаю, ребят, что Человеку-Пауку можно было бы работать альпинистом, потому что посмотрите, как мы быстро покорили эту чертову гору, ребят, так вот круто. Вот, но, ребята, вдруг мы упали, вот представьте, то, что мы Человек-Паук, мы упали, что нам делать, ребята, а мы можем так пустить паутину, и опа, и опа, и опа, вот так вот, хоть сюда, да, как-то мы неудачно приземлились, господи, как меня откинуло. В общем, как вы поняли, третья способность уже получается, да, первый это супербег, вторая это ползня по стенам, ребят, а третья это, конечно же, ребята, паутина, ну куда же Человек-Паук без своей знаменитой паутины, и вот черт, как меня занесло, ребят, я сейчас зажал shift, и я могу удержаться на стене, я только что это узнал, ладно, прыгаем вот так, и все, так, отпустись, так, отлично, ребят. Я думаю, то, что полеты в паутине лучше всего себя продемонстрируют в городе, поэтому туда мы в скором времени отправимся, так, опа, прицепляемся, и опа, мы наверху, ребята, просто офигенно, вот паутина мне очень нравится, мы просто так вот прыгаем, так, хоть вниз, а потом вот так цепляемся, не сюда я зацепился, давайте еще раз попал, вот так вот, хоть, и вот так, хоть, отлично. Так, я себя почему-то бью по земле, но это ничего, так, ребята, следующая способность нам дает вот такую вот штучку, делаем паутину, и мы можем выстрелить вот такими вот паутиновыми, паутиновыми штуками, ух ты, мы с одного удара, ребят, можем ломать, офигеть, так, кидаем вот так паутину, и можем убивать свинку, черт, я хотел ее вообще запутать, давайте попробуем это сделать, можно как-то вот так сделать. Я хочу, чтобы она выпустилась прямо на свинку, ой, так, хорошо, если мы вот так можем ее запутать, так, у меня же получалось вот же путать различных персонажей, именно вот так вот кидать паутину, и они типа запутывались в этой паутине, ну-ка, давайте еще раз, нет, что-то сейчас мне не получается, так, давайте мы попробуем это здесь, ну-ка, вот, вот так вот я хотела сделать, надо, чтобы более ровная поверхность была, давайте, например, вот эту вот коровку сейчас попробуем, и вот так вот, да блин, что за фигня, а ну-ка в 10, во, вот так вот как-то, ну, только чтобы она попалась в эту паутину, вот так вот, да блин, что-то мне не очень получается по ней попасть, потому что, может, так вот так можно, в общем, ну, в общем, ребят, вы поняли, можно как-то запутать этих персонажей, только нужно как-то в тайминге попадать, как-то нужно ровно эту паутину пускать, ребята, но все же. Сейчас я, наверное, отправлюсь в город, и, как вы видели, сейчас хорошо сработал достаточно двойной прыжок, но мне не получилось запутать на дерево, так, хопа, отлично. Как вы поняли, Человек-паук, ой, как вы поняли, Человек-паук с деревней не очень сочетается, поэтому сейчас мы отправляемся в город. Итак, ребята, я уже в городе, как видите, тут так же ночь, как и в моей деревне, вот, и тут остался танк, господи. Ладно, ребят, я вам еще не показал кое-что, это вот такие вот эффекты, которые на нас даются, это, конечно же, сила, потом получить чутье, или же Spindersense, акробатикс, то есть мы можем, можем хорошо прыгать, и, конечно же, это хилл, да, сама хилл, то есть мы можем самого себя быстренько лечить, так вот, и давайте уже поползем на здание, ребят, вот так вот мы ползаем, вот так вот выглядит полноценная эта анимация, ребята. Но еще я не показал одну способность, да, вы сейчас, ребят, удивитесь, что почему я не показал одну способность, ребята, а это именно получить чутье. Для этого я специально взял 64 зомбика, вот, давайте мы так вот спрыгнем от здания, вот так отпрыгиваем, и давайте, ребят, полетели. Главное, закинуть паутину! Ладно, ребят, у меня еще не очень это получается, так что не ругайте мне в комментариях, пожалуйста. О, у меня аж подлаги вот, ребята, капец, так. Хорошо, мы вот так вот, в принципе, полетели, так, летим сюда, потом вот так сюда, вот так вот хыть. Ой, ребят, у меня же город не прогружается, так, осторожно, осторожно, осторожно. Хорошо, ребят, давайте мы сейчас быстренько, я думаю, то, что включим ночь, потому что нам нужно, чтобы были зомбики, вот так включаем ночь. А также, ребята, включаем легкую сложность, и теперь, ребят, я вам покажу, как работать по чуть-чутью. К примеру, ребят, мы вот так вот ставим зомбика, и как видите, вокруг нашего экрана появляются такие вот красные линии, ну, как красные свечения, можно даже сказать, это нас оповещает о том, что рядом опасность, ребят, то есть вот тут, тут рядом зомбик. Так, давайте мы вот так вот ему сделаем. Сейчас как раз-таки попробуем его в паутину запутать, вот так вот хыть. Да, ребят, и с одного удара мы его убиваем. Так, давайте сейчас заслам парочку зомбиков. И вот так вот, ребята, просто мы их всех с двух ударов убиваем, так вот хыть-хыть, вот так вот в паутине. Вот, ребята, и они все застряли в паутине, они немножечко тупые, эти зомбики. Так, давайте какого-то зомбика по-моему подкинуть. Так, вот так вот мы его к себе можем подтягивать. Так, давайте еще немножечко отойдем. Вот так вот хыть, вот так вот хыть. Да блин, почему они получаются? Хыть, хыть, хыть. Опа, видели, ребят, получилось. Так, к примеру, у нас так зомбики зажали. Мы так прыгаем со здания, цепляемся туда, потом туда. И вот так вот прыгаем, ребята. И вот так вот хыть, и мы уже с другой стороны их так вот окружаем и начинаем просто добивать. Так, одного скидываем. Так вот хыть-хыть-хыть-хыть-хыть. Брят, просто с человеком-пауком в городе играть офигенно. Так, вон так сделать. Не получилось. Так, еще. Отлично, сейчас получилось. Так. Все, я так понял, им нужно целиться в голову. Так. Давайте еще так прыгнем. Так, отлично раскачиваемся. Вот так хыть. Сюда. Ай. Вот так вот. Туда теперь. Ой. Вон туда. Давай. Давай. Теперь вот сюда. Давай. Нет, 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 нет. Так. Отлично. Ребят, я еще очень неуклюже летаю на паутине. Так, но все же. Черт, мы сейчас упадем. О, щит, ребята. Мне точно не стоит играть с очевок и паука в Майнкрафте. Так, потому что что-то я плохо летаю на паутине. Но, кстати, по стенам я нормально так вот лезу. Так, давай сейчас прыгнем вот так вот хыть. И долетим. Да, фух, ребят, долетели. Я уже испугалась, что разовьюсь. Так, хорошо. Аккуратненько вот так спрыгиваем. Так. И вот так вот хыть. Отлично. Кстати, ребята, как вы помните, в прошлом видео я как бы сражался с бандитами в костюме Бэтмена. Вот, на заброшенном складе, ребята. Вам это видео очень понравилось. Вот, хотите ли вы, чтобы я сделал такое же видео, ну, похожее я имею ввиду, только с Человеком Плуком, где я полноценно продемонстрирую этот костюм в боях. То есть, прям с получим чутьем, ребят, прямо со всеми тоже бандитами, там, какими-то вот, ребят. Так что, ребят, напишите в комментариях, сделают ли мне такое видео. Вот, мне будет очень интересно почитать. Так, вот так вот мы залазим на стены, ребята. И думаю, то, что на этом уже стоит заканчивать. Здесь вот так вот мы на крыше будем с вами прощаться. С вами был, ребят, я Твикли. Обязательно пишите в комментариях все, что я у вас сегодня попросил. Также, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, с вами был я, Твикли, ребят, я не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч, друзья.